Всем привет, друзья! Рада вас приветствовать на канале Холи Лоли! И сегодня мы с вами поговорим про азиатские стандарты красоты, которые порой нам кажутся странными и даже жестокими. Знаете, японки еще с раннего подросткового возраста начинают следовать неким идеалам и трендам, чтобы стать похожими на своих кумиров. И порой это плохо сказывается на их здоровье. Друзья, у меня уже был схожий выпуск на эту тему, но тогда я в рамках одного выпуска не успела вам обо всем рассказать. Поэтому эта информация не дублируется, это, можно сказать, некое продолжение. Поэтому только после того, как вы просмотрите этот ролик, пожалуйста, переходим. Кто не видел, смотрите, пожалуйста, мой предыдущий выпуск на эту тему. В японские музыкальные группы и в съемки фильмов часто выбирают молодых актеров и актрис не из-за их способностей, а именно из-за привлекательной внешности. Только вот привлекательность в понимании японцев, она часто кардинально отличается от той привлекательности, к которой привыкли мы. В Японии совсем не популярны пышные формы. И речь даже идет не только о весе, а и о наличии большой груди и пышных ягодиц. Вы, наверное, заметили, что большинство айдолов, ну, вернее, все айдолы, они очень и очень худые. И вот иногда 5 лишних килограмм, а они вообще не лишние. Вот смотришь на девушку и думаешь, вот как раз ее хочется немножечко-немножечко откормить. Они могут стать причиной отказа вот этой самой девушки в том, чтобы она как раз стала айдолом. Айдолам обычно ставят задачу сбросить как можно больше лишних килограмм в очень краткие сроки. И, конечно же, речь тогда не идет о каком-то там спорте, правильном питании, а речь идет о голодовке. Часто в так называемых диетах включены несколько питьевых дней в неделю. То есть это когда на завтрак, на обед и на ужин, также на перекусы девушки пьют одну воду. Конечно, наш организм не может нормально функционировать без белков, жиров, углеводов. И еда есть у девушек, но она настолько, настолько вот эти порции, они такие крошечные, маленькие, что девушки просто не могут насытиться. Поэтому часто девушки постоянно ощущают чувство голода, что, конечно же, негативно сказывается как на физическом, так и на моральном их состоянии. Но существуют случаи, когда перед туром девушек сажают на строжайшие голодовки. К примеру, участница кей-поп-группы Twice Momo, она целую неделю ела только одни кубики льда для того, чтобы сбросить 7 килограмм. На какие пластические операции готовы идти японцы и другие жуткие стандарты красоты, вы можете посмотреть в моем другом ролике, который я записала ранее. Ссылочку оставлю в описании, поэтому, пожалуйста, переходите, смотрите. Но есть и другие шокирующие вещи, на которые готовы идти местные жители. Вы, наверное, не поверите, но японцы делают пластические операции на ладонях. Представляете, хиромантия, она издревле была популярна на территории Японии. Но вот в наше время поклонники таких гаданий, так назовем, они зашли еще дальше. Теперь с помощью пластической хирургии можно удлинить или изменить линию жизни, удачи и любви. Вы знаете, честно признаюсь, в свое время, ну как бы в свое время, подростковый такой переломный период, я честно, я увлекалась хиромантией. Я изучала такие старинные книжки. Я даже ходила и ксерила руку свою, то есть помню, у мамы на работе был ксерокс. Я втихаря, пока никто не видит, я ксерила руку для того, чтобы просто наблюдать, как изменяется. Потому что, ну, если ты этим не увлекаешься, ты вряд ли заметишь какие-то изменения на своей руке. А я вот периодически ксерила и видела действительно, насколько, как меняются наши линии. То есть, естественно, не каждый месяц, ни два, ни три, но где-то в полгода, если, к примеру, ты там стоял перед каким-то важным выбором, да, и ты выбрал, и у тебя линия немножко сместилась. Это, честно, удивляет, поражает. У меня это уже давно пройденный этап. То есть, я сейчас, когда хожу по Токио, и вижу, очень часто вижу, где как раз предлагают услуги хиромантии. Ну, конечно, я языка не знаю, я бы туда не пошла, но и сейчас даже как-то немножечко, ну, не то, что скептически к этому отношусь. Да, я понимаю, что наши поступки во многом сказываются на наших линиях, но главное, что ты делаешь для того, чтобы прожить, по твоему мнению, правильную жизнь. А как там уже поменяются линии, ну, вот как-то для меня это отошло вот на второй план. Если верить статистике, то большинство пациентов, которые хотят изменить свои линии на руке, являются мужчины и женщины в возрасте 30 лет, которые твердо верят в древнее искусство хиромантии. Мужчины обычно хотят изменить свою денежную линию удачи, а женщины обычно интересуются изменением линии брака. Те, у которых ее просто нет, хотят ее добавить. А те, у которых она есть, но как-то у них в этом плане что-то, ну, не сошлось, не срослось, в общем, пошло не так, как они того хотели, они хотят ее изменить. Европейские девушки часто хотят выделить свои скулы при помощи макияжа или филлеров. А вот японки, наоборот, хотят от этого избавиться. Как я уже рассказывала в своем предыдущем видео о стандартах красоты, по мнению японок, чем меньше острых углов, тем считается милее. А в Японии как раз ценится вот милый и невинный внешний вид. Популярностью у азиатских девушек пользуется операция по уменьшению скул. Знаете, я почитала, это достаточно-таки сложная операция, так как задевается, нужно шлифовать костные ткани, которые соединяются, в принципе, с челюстью. А восстановление после такой операции продлится около шести месяцев. Но восточных девушек этим не напугать. Вместе с этой операцией иногда девушки просят хирурга провести еще и выравнивание верхней и нижней челюстей. Японцы всеми способами пытаются добиться белой кожи. Они на постоянной основе наносят солнцезащитный крем, что зимой, что летом. Носят зонтики, чтобы тоже защитить свою кожу от солнца. Там шапки с большими полями. Ну, это, конечно, речь идет о девушках, о женщинах. И также японцы пользуются отбеливающими средствами на постоянной основе, которые также могут негативно сказаться на здоровье. Знаете, что я заметила? Вот, к примеру, у нас я покупала, например, ту же какую-то там пудру или тоналку всегда самого-самого светлого оттенка. То есть я знала, что если я возьму самый светлый оттенок, который есть в палитре, я точно не ошибусь. А здесь мне приходится прям отыскать и чуть ли не самый-самый загорелый. Ну, потому что у японцев мне это гармонично смотрится, когда у них очень-очень прям такая белоснежная, знаете, как мелом выбеленная кожа. Но когда я там поначалу, по незнанию покупала самые светлые оттенки, наносила чуть-чуть вот на кожу, она у меня была вот реально, как будто меня вот лицом макнули в муку. И я такая прям белая-белая. Ну, я такое не могла никуда выйти, это все стирала. Очень много просто средств, которых я купила косметических, просто выбросила, потому что, ну, я не знаю, они мне совершенно не подходят. И сейчас для себя вот сложно отыскать что-то, что подойдет, потому что все равно вот такой какой-то прям белый, как сметаной все равно мажешь, и кожа такая белая-белая. Поэтому, конечно, по возможности вот где-то либо заказываю, либо когда выезжаю с Японии что-то покупаю, чем могла бы пользоваться. Потому что здесь вот, ну, все вот нереально выбеливает кожу. Моя кожа как-то к такому вот не привыкла. Идеальное лицо японки с давних времен должно было выглядеть как можно кукольней. А для этого лицо и заодно и шею активно белили. Это делалось раньше при помощи свинцовых белил. И, конечно же, это негативно сказывалось на здоровье японки. Из-за них японские красавицы зарабатывали себе хроническое отравление свинцом. В дальнейшем это также сказывалось и на детях заболевших женщин. Воздействие свинца на детей оказалось особо опасным, так как он вызывает умственную отсталость у детей и также хроническое заболевание мозга. Также в Древней Японии существовал обычай чернить зубы. Изначально он практиковался среди богатых семей и касался девочек, которые вот-вот ступят во взрослую жизнь. Черный лак на зубах считался не только утонченным, но еще имел практическое назначение. Он помогал зубы сохранить здоровыми. В качестве сырья для зубной краски использовали черные металлы. Позже появились рецепты с танином и устричным порошком. Танин – это вещество растительного происхождения, которое добывают из коры растений. Оно укрепляет десна и защищает наши зубы от кариеса. Сейчас в наше время танин активно используют в составе зубных паст. В стране восходящего солнца родинки скорее считаются недостатком. В Древней Японии даже выискивали девочек, у которых на теле вообще отсутствовали родинки. То есть их вообще не было. И они их покупали, а затем перепродавали за бешеные деньги в наложницы к богатому господину. Здесь принято считать, что наличие родины тесно связано с искусством чтения лица. Японцы считают, что вот наше лицо делится условно на три зоны. Верхняя зона, куда входит лоб. Средняя зона, сюда входят брови, глаза и нос. И нижняя зона, куда входят губы и старость. И вот каждая зона отвечает за определенный период жизни человека. За юность верхняя, средняя за зрелый возраст и нижняя за старость. Родинки на верхней части лба говорят о трудностях, которые предстоит пережить человеку в детстве или в юности. Если есть у человека родинки посредине лба или в его нижней части, то это свидетельствует о сложных взаимоотношениях с родственниками, друзьями, коллегами и в принципе с другими людьми. Родинка на кончике носа, она считается особо несчастной, несчастливой, которая приносит все самое плохое в жизни человека. И поэтому даже здесь японцы считают, если даже нет каких-то особых показаний, удалять родинку все равно они ее удалят, потому что она связана с невезением. И если родинка находится у человека на верхней губе, то это может свидетельствовать о наследственных каких-то сложных заболеваниях. Кривые ноги в Японии никогда не считались недостатком, а более того, японцы считают, что это придает девушке какую-то милоту и невинный внешний вид. Даже есть девушки, которые даже специально подчеркивают то, как они ходят, чтобы казаться милее. А вообще вот эта кривота ног, с чем она связана? Существует ряд причин. Во-первых, девушек с раннего, девочек маленьких, с раннего возраста часто высаживали в позу сейдзу, когда там колени вовнутрь, и девочка практически сидела на пятках. А также, во-вторых, повлияло ношение кимоно. Так как кимоно, оно очень сковывает движения, и большие пальцы на ногах, они часто уходят во внутреннюю сторону, а пятки, наоборот, во внешнюю. Это облегчает значительно хождение, когда ты носишь кимоно, и влияет на то, что девушки могут кривить ноги. Я, кстати, один раз брала в аренду кимоно и на себе испытала, что такое, когда ты идешь, ну и как бы твои движения очень-очень сковывают. Кстати, кто не видел мой выпуск про Асакусу, милости прошу, ссылочку тоже оставлю в описании. Японцы всегда следили за чистотой своего тела. Популярными были и есть горячие ванны, источники, втирание в кожу всяких ароматических масел и того подобное. Но вот раньше местные девушки, скажем прямо, шли на жертвы ради красоты. Раньше считался самым дорогим кремом крем из соловиного помета. Гейши перед тем, как нанести макияж на лицо, на шею и на грудь, они его натирали воском. А вечером затем для снятия макияжа использовали традиционное средство на основе птичьего помета. Густые ровные волосы всегда были гордостью японок. Иногда длина волос древних японок могла опускаться ниже пяток. И тогда для удобства им приходилось собирать волосы вот прям в тугой-тугой пучок, вот делать такое большое-большое натяжение. И потом при помощи специальных таких палочек они втыкивали, украшали и носили такие прически. И, конечно, давайте скажем откровенно, ежедневно ты просто запаришься делать такую прическу. Поэтому японки носили не то что днями, иногда даже неделями вот эти свои прически. И так приходилось им спать. Приходилось подкладывать под голову, скорее вот даже под шею, маленькие подушечки или валики и в таком положении спать. На самом деле даже сейчас гейши мучаются со своими волосами, потому что им свойственно ходить с особыми прическами. Девушки говорят, что в местах вот этого особого натяжения волос со временем эти самые волосы, они выпадают и их становится все меньше и меньше. Друзья, всем огромная ригатошенька за просмотр этого видео. Пожалуйста, поставьте лайки, не забудьте подписаться на канал и напишите мне в комментариях, может быть, для вас было что-то полезное узнать, необычное, что-то вас удивило. Или же вы знаете, те какие-то стандарты красоты, которые удивляют нас, возможно, даже вводят в шок. Может быть, какие-то знаете истории, напишите. И, возможно, в каком-то следующем ролике я как раз расскажу вот эту историю. Еще раз всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока!